здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева я хочу сказать по поводу предыдущей серии операции z в начале фильма я оговорилась по поводу времени прохождения флешмобы кольца сатурна конечно же он проходил не 31 марта 2022 года это оговорка он проходил 31 января 2022 года этот фильм операция z вторая часть это экспромт потому что тот план который я готовила сама он меня получается весь сломается и я сейчас буду просто в потоке вам говорит ту информацию которая вот выстроилась буквально за час совсем не то что я себе планировала даже на своем листочке а начинала я эту тему 22 февраля то есть за день до начала операции z о которой я естественно ничего не знала не подозревала я просто видела что идет некое нагнетание идет активная пропаганда нагнетание войны россии с украиной и причем во всем мире начиная с европы ну говорили они об этом заранее долго несколько лет они готовились к этому то есть они это нагнетали нагнетали и они реально к этому готовились и по карте новороссии вот сейчас вот говорю экспромт по карте новороссия видно и сейчас видно почему так еще обстреливают донбасс потому что огромное скопление закрепленной армии сбо националистов они находились как раз на вот всей этой линии разграничения с россии как раз вот на этих участках и они и так и и сейчас там находится еще очень очень много это огромное скопление то есть готовились конкретному полномасштабному военному вторжению на территорию не только донбасса лнр днр но и на территорию россии и вообще планировали атомную бомбежку наших городов в том числе это сейчас уже открыто говорят я об этом просто предполагала но фильм не делала но сейчас я вижу подтверждение своих мыслей что собственно говоря что если бы не у не было вот этой операции z то была бы другая операция это была полномасштабная война и были бы совсем другие разрушения и совсем другие жертвы донбасс должен был быть стерет с лица земли очень много информации я сама собирала но сейчас чтобы не тратить времени искать своих папках в ленте вот я сразу возьму олег мне тут написал да вот эту статью вот эту информацию которую я тоже в том числе знал и хотел об этом сказать итак мы знаем что делает путин на украине спасать человечество буквально российские войска уничтожили 13 лабораторий биологического оружия по всей украине некоторые из них были под землей поэтому пришлось провести несколько взрывов чтобы уничтожить их у путина есть информация о том что запад институт здоровья сша французский институт здоровья немецкий центр исследования инфекций вложил в украину миллиарды долларов налогоплательщиков этих стран для разработки биологического оружия под прилогом исследования исследовательских грантов путин утверждал что у него есть доказательства которые в конечном итоге обнародует когда мир захочет его слушать по словам путина зеленский знал о лабораториях ну и так далее я не буду это все читать потому что это все есть в интернете и вы наверняка уже с этой информации ознакомились я просто собираю сейчас все эти пазлы еще раз напомню что я отследила по крайней мере с 31 января этого года проводились активно всякие всевозможные сатанинские ритуалы именно по накачиванию грегора раздора и грегора войны и самый главный самый большой был на в днх 31 января 2022 года флешмоб кольца сатурна и далее был концерт от школы в ше вот этой вши на злк проходил концерт музыки музыка конца света вот таким названием проходил это тоже все складывается в один пазл ну и вот свеженькое что еще было оказывается накануне 18 сейчас покажу 18 февраля 2022 года и давайте посмотрим название ролика железнодорожники веселятся на красной площади в преддверии войны рф и украины спасской башни в шоке железнодорожники это черные шляпы ветхозаветные те самые раввины наверное давайте посмотрим они пляжут здесь нет никого кроме зла одного нормально то есть это их тоже такой шабаш они устроили в наглу они веселятся они радуются потому что у них все идет по плану понимаете все идет по плану и с одной стороны об этом тоже говорят соцсети но посмотрите как у нас стоит вопрос нацизм победил советский народ казнить нельзя помиловать где будем ставить запятую как корабль назовешь так он и поплывет и вот сейчас мы будем разбирать символику еще раз говорю это у меня идет экспромт потому что тот план который написал я отложила в сторону и вот иду просто в потоке говорю то что сейчас приходит в голову вы тоже смотрите какие интересные совпадения статья московский комсомоль с 21 февраля операция z у нас началась 23 но они уже предупреждают жириновский предупреждал вы почувствуете все в четыре часа утра 22 февраля вот накануне предупреждает жириновский озвучивает планы глобалистов и вот этих самых черных шляп в том числе я хотела бы чтобы 22 год был мирным но я люблю правду то есть они в курсе потому что эти планы только люди не знают обыватели не знают а те кто в них участвует так или иначе они конечно же в курсе возможно не в курсе всего плана но в курсе каких-то отдельных вещей событий то есть они конечно как любые масоны они каждому своему адепту они не говорят всей правды и всего алгоритма он знает только кусочек чего-то и жириновский соответственно вот он белой перчаточки масонской как бы вот так вот не знаю почему он в этой белой перчатке но он говорит именно об этом это тоже думаю знак и символ масонства что здесь дальше пишут пресс-службе лдпр уточнили что не исключает что данный прогноз жириновского вполне может сбыться поскольку ранее такие прецеденты уже не раз случались он жириновский владеет определенной информацией это обаще известная вещь он умеет эту информацию анализировать поэтому он иногда может достаточно точно определять будущее сообщили в партии кстати то что вот эти черные шляпы на красной площади пели здесь нет никого кроме зла одного зло это тоже буква з з и казалось бы все сходится вот запоминайте и следите за мыслью то есть вы понимаете к чему я клоню вы понимаете что есть несколько версий происхождения и смысла этой буквы з и один из них это сион зион но мы к этому еще придем вернемся теперь еще одна статья из московского комсомоль именно что означает буква z на военной технике россии минобороны раскрыла новые значения загадочного символа я вам читаю все эти значения и потом я скажу свои дополнения свои дополнения или свои значения а пока нужно их как бы привести в одно смотреть что есть вообще всю информацию что дает народ и что дает так называемая власть буквы z это означает за победу и задача будет в выполнена такие трактовки появились на страницах минобороны рф на этой неделе однако после этого появились и другие значения новые трактовки буквы z появились в официальном аккаунте минобороны instagram буква z также означает за мир за правду и заканчиваем войны сообщило ведомство за это особая маркировка военной техники вооруженных сил российской федерации участвовавших спецоперации на украине 24 февраля 2022 года несколько дней пользователи интернет гадали что означает буквы v и z на российских танках бронетехники версии были разные от вполне правдоподобных до мистических предполагал что военные решили использовать метку зорро запомним тоже это для устрашения противников также одной из распространенных трактовок военных кругах шутливой форме ходила расшифровка заколебал зеленский но еще и зеленский и володя тоже zv спецоперацию на украине даже назвали операция z ого это после моего фильма не это написали что операции z интересно может быть кто-то еще назвал операции z я не знаю вчера вышел фильм позавчера вышел фильм когда назвала операции z вот предыдущему фильм еще появилось несколько трактовок за мир за правду заканчиваем войны но то есть берут букву z и вначале какого-то слова похоже в основном это приставка за кстати тоже одно интересное совпадение жириновский заболел где-то в начале февраля 11 февраля точно как раз все эти события он не участвует в жизни суцома не участвует возможно его не хватает его речи или намеков или знаков но это тоже знак то что жириновский находится как говорят даже в коме данный момент новости новостной ленте сейчас в сми вот пока я монтирую этот ролик записываю даже путин подписал закон конфискации коррупционных средств чиновников давно ждали минобороны россии отчитались о ликвидации практически всей боеспособной авиации украины мао рф сообщила о реализуемой на украине военно-биологической программе финансируемой сша вот это то из-за чего началась операция z в том числе не только из-за этого я говорю нам готовили армагеддон расшифровка моя расшифровка слова о микрон есть тому подтверждение смотрите мой фильм там все доказательства что так называемая микрон это лишь прикрытие названия армагеддона который нам готовили жителям украины жителям россии возможно и другим странам но россии однозначно план по сокращению населения планеты скажите почему государственной думе перед новым годом когда все было на мази когда во всю еще долбали всех скуарами с этой обязательной прививкой нагнетали 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 когда выходил закон о массовых захоронениях об эвакуации все думали что это связано вот с этим биологическим оружием не только с этим биологическим оружием они нам готовили войну войну по полной программе с атомным оружием и с биологическим оружием мы просто их слегка опередили это я сейчас подтверждаю то что уже сказали многие аналитики вот несколько дней пару дней назад может быть эти дни сказали об этом аналитики это подтверждают а точно такие же мои мысли были когда началась эта операция z мы просто захлебнули эту войну мы создали антивойну место нападения если не избежать драки значит бей первым получается так теперь бусинки на ниточке 31 января 2022 года флешмоб на в днх у фонтана дружбы народов ключ который должен был открыть двери войны большой огромной войны не той операции z которую сейчас идет а огромный глобальный возможно мировой войны это было 31 января 2022 года на в днх 9 февраля должен был пройти концерт музыки конца света но концерт отменили из-за кстати информации о заминировании и провели его позднее 20 февраля 18 февраля черные шляпы водят хоровод на красной площади с песенкой здесь нет никого кроме зла одного 21 февраля неожиданно признание л днр далее следуют зеркальные даты 22 02 20 22 а 23 февраля начинается операция z так буквенное обозначение войск с нашей страны это z и в вот все гадают что это за буквы z и в это латинские буквы и сейчас уже это и пишут на машинах и везде пишут и заменяет букву з русская на z латинская и если мы возьмем z в z ее добавить d и c получится z в вездец за вездец шутка есть еще такие знаки якобы в израильской компьютерной игре 5 рота 1 рота ну и поэтому по им под это подтягивается что это не израильские дела операции z это сионская тема ну может быть давайте смотреть дальше по знакам это может быть в что это может быть это может быть пятерочка 5 римская ну был же спутник 5 ну есть еще остается но что-то он заглох куда тут израильская игра подоспела надо по до песенку спела гинсбург и все такое кстати куда делся гинсбург не до него теперь по поводу к букве в мы еще вернемся теперь по поводу z казалось бы что z это сион зион но это уже блогеры очень много на эту тему говорили но мои у меня есть фильм что прикрыли словом брандмауэр не так страшен масон как его сглаз и там в этом фильме у меня как раз идет расшифровка именно сионы и получается что сион это купром о аж ну еще если дважды то медный купорос такой значит физики буква z обозначение полного сопротивления запоминаем да в химии обозначение зарядового числа атомного ядра синоним атомный номер атомное число порядковый номер химического элемента количество протонов в атомном ядре в искусстве отличительный знак благородного разбойника зоро прозоро уже вспомнили зоро синьор зоро на испанском его имя правильно читается как ссору вымышленный персонаж вариации на тему робин гуда герой в маске который приходит на помощь обездоленным жителям новой испании зоро был персонажем народных рассказов жителей новой испании известны с начала 17 века согласно преданиям под маской зоро был не один конкретный человек а разные люди когда наступали трудные времена и народу требовалась помощь каждый желающий мог надеть самодельный костюм зоро анонимно прийти на выручку известный случай когда личность зоро приписывали разным авантюристом и так казнить нельзя помиловать где ставить запятую зоро собирательный образ маска коллективный образ освободитель народа в какой момент благо в какой момент авантюра наполеон например авантюрист девиз наполеона был вязаться в драку а там посмотрим нашем случае мы знаем без если драки не избежать бить первым что такое z буквы z если повернуть z это номер еще это зигзаг то что операция z почему не рф значит нельзя под видом управляйки рф входить в эту операцию я так полагаю z зоро 0 0 0 20 вспоминайте или пересмотрите еще раз мой фильм путин джокер и тайна цифры 22 так мое мнение операцию z проводит джокер зеро кооператив о зеро озеро круглое о зеро о зеро на месте города много круглых воронок и круглых озер о внуление о микрон новый цикл начало оси координат x и y z джокер может выдать любой расклад и такой который не прописан в планах глобалистов семидесяти равинов и кого-либо еще это может быть совершенно новый вариант который не прописан ни в каких планах насчет цифры 5 или знака в это еще указатель вниз это виват виктория победа а еще это клин тот клин который клином вышибают если внесли клин в тело руси то его надо вышибать клином и еще один клин боевой порядок предположительно происходит от позднеримского капут хэндэхох кто советский очень хорошо знает в связи с чем и кому адресовался капут и хэндэхох хэндэхох допустит и руки смотрите советскую классику о войне карта таро иерофант это 5 иерофант таро старшего аркана также называют жрец или папа один из так называемых козырей значение верховного жреца карта верховный жрец под номером 5 символизирует процесс познания и нового а также важность вашей жизни моральных ценностей порядка и закона жрец это мужская духовная сущность это аркан поиска истины свыше внезапных озарений повиновения общепринятым нормам жрецу характерна внутренняя религиозность ради постижения высшей мудрости он готов идти за наставником или стать учителем для других прямое положение мудрость традиции духовный лидер готовность к свадьбе перевернутое положение упрямство смелость мстительность фанатизм казнить нельзя помиловать какое значение победит сейчас каждый будет посылать в искусственный интеллект свой сигнал значения каждый несет ответственность за свой сигнал за свой выбор выбирайте где ставить запятую я выбираю значение духовный лидер мудрость традиция готовность к свадьбе понимаю как соединение воссоединение земель советского союза я так понимаю я посылаю такой сигнал в искусственный интеллект и во вселенную есть тема того что путина давно нет а вместо него сидят клоны эта тема сейчас как бы заглохла либо путин все таки тот самый который и был а либо а чё заглохла то тогда про клонов а сколько каналов это обсуждало просто тьма тьмущая путин джокер зора коллективный путин джокер игра идет серьезная передел мира хотели передел получите распишитесь далее от 70 раввинов тема а это мы все так задумали все что пошло не по плану это мы все так и задумали вообще мы так и хотели чтобы вы не сомневались в нашей гениальности бессмертности изощренности и умеще что мы вас все равно перехитрим мы жировины или как итак опять возвращаемся к ритуалу на в днх 31 января 2022 года кольца сатурна накачкой грегора войны на украине получилось да но только не то что планировали z перевернулся карта зоро перевернулась и так жириновский три года назад озвучил план глобалистов 22 февраля 22 года в 4 часа утра значит ритуал кольца сатурна я углядела уже в последний момент а все эти три года стопудово еще шли ритуал да мы не обращали внимание события практически совпало по озвученному жириновскому 70 раввинов создали такой план и поручили озвучить жириновскому правда там он сказал что россия станет великой но жириновский не герой россии а пропагандист и в свое удовольствие почему он оказался вне этого события почему он на грани жизни и смерти обратите внимание на это и так моя расшифровка z и v добавление к информации которые уже есть в сети то что исходя из уровня понимания каждого в отдельности каждый будет принимать то или иное и ставить запятую там где посчитает нужным исходя из своего понимания джокер коллективные зора защитник выбивает клин клином фашизм с исконных земель руси гитлер капут иерафант верховный жрец духовный лидер это тоже не одна личность а команда как мне кажется процесс идет он необходим чтобы не пришло больше зло как скакали черные шляпы на красной площади 18 февраля но так ли все просто нет гибнут люди я закончила этот фильм одним комментарием если вы мирный житель лучшее что вы можете сделать для себя своих детей и своих близких не заваливаться в страх и гнев и удерживать этот внутренний баланс и спокойствие обращаться к высшим силам не где-то там а в своем сердце так вы создаете над собой своей семьей психоэнергетический купол защиты вы просто выпадаете из поля войны если его не подпитываете и соответственно не притягиваете на себя самый агрессивный сценарий вы становитесь слепым пятном для эгрегора войны а для тех кто сейчас находится на передовой наших бойцов или мирных жителей донбасса кто под обстрелами и в заложниках у нацистов я предлагаю продолжать заливать светом любви силы ниагарского водопада всю землю каждое черное пятно стирать этим светом особенно в районах где идут боевые действия пусть кто-то не верит но те кто умеет визуализировать знает как работает мыслеобразы на тонком плане и как это материализуется ведь не просто так сатанюги как бешеные проводят ритуалы они в них верят они воздействуют на материю таким образом создавая эгрегоры так и мы должны создавать свои эгрегоры любви и света на нашей родной земле на земле наших предков единому виду человека разумного счастья процветания благоденствия слова твердо благодарю за внимание с вами была галина конышева будет еще третья часть по этой теме до свидания